привет давайте сделаем расклад на тему что сейчас с ним происходит думает ли он о вас хочет ли встретиться вы и он я буду делать расклады на картах короля артура эта мудрость авалона это магические карты это целая целая вселенная вообще легенды короля артура они очень сходные как будто библия там целая вселенная и так я готовлю эти карты и мы посмотрим что у него сейчас происходит самая главная карта этой сигнификатор его вот его ощущения на данный момент момент эта карта шута на самом деле то есть он сам не знает куда идет он сам не знает куда он идет отправился не знает куда император принципе это сигнификатор мужчина отправился куда-то и не знает куда император который не знает куда идет над конечно император не очень-то стратегически правильно двигающийся в жизни до слушает мнение других семерка чаш до слушается мнение других естественно запутался в трех соснах можно сказать карта справедливость он ожидает знака от высших сил он ожидает знака от жизни может быть ваших поступков каких-то и двойка чаш конечно же говорит о любви вашей друг другу я сейчас эти карты буду показывать вам большим форматом о них поговорю а потом опять делаю маленький формат если нужно будет докладывать еще карты смотрите что происходит да с ним сейчас главная карта который характеризует его здесь это конечно счет потому что вышло первым первое и идет речь о том что он действительно запутался он не знает куда он идет он не знает куда он идет все покрывается любовью потому что двойка чаш это его любовь к вам безусловная верная любовь вот смотрите если вы обратите внимание на то что именно он в роли императора смотрит у него направление карты в сторону что-то а шут в принципе идет по дороге к императору в свой дом входит скорее всего он запутался своей семье в своем доме если этот мужчина с вами женат на бумагах или без бумаг не важно то есть я делаю такой вариант когда он женат на вас он идет домой и он не знает чего ожидать он запутался сам у себя в доме он хотел бы чтобы быть был организован то есть чтобы там работали такие золушки такие всякие эльфы или же вот как на рождество знаете все это эльфы да на рождество такие работники в общем-то покатывает эти работники что ли получается да что вы делаете и то и другое десятое и все у вас в руках горит и вы можете достичь огромного результата во всем вы трудитесь над тем чтобы быт его устраивал чтобы он не расстроился не разнервничал ся понятно но он совершенный какой-то мечтатель он думает что вы в одном лице можете сочетать и женщину которая зарабатывает и маму и хозяйку и и повара и прачку и уборщицу сколько я уже насчитала штук 10 до ваших ролей дело в том что вот хитро он не не требует вроде все от вас но раздражается когда все не на местах если вы молоды еще люди да у вас маленькие дети если же вы уже состоявшиеся пары дети выросли уже уехали от вас его раздражает то что вы никак не примите решение как вам дальше жить как паре поскольку когда дети уходят нужно опять принимать решение как дальше жить как паре и это его бесит бесит что он сам не может принять решение сам не может определиться какой дорогой вам двигаться ну и конечно раздражение по по этому поводу скорее всего вы раздражение принимаете на себя но не думайте так потому что карта шут говорит о том что он сам запутался вот видите шут идет опять же на императора он хотел бы себя весь конечно всегда у руля что он знает что делать дальше со сбережениями дом продавать покупать квартиру переживать какой-то какие-то теплые края или же бросать работу раньше и до заниматься каким-то бизнесом тем о чем он мечтал всю жизнь не так этого и не сделал то есть он разочарован в том что он становится старше но не приобретает то о чем мечтал когда был молод это уже второй вариант для тех кто в паре уже дети у вас повзрослели вы вместе я могу сказать что между вами в том и в другом случае есть любовь огромная поскольку карта двойка чаш это только об этом понимаете это верной любви и даже если там нервность и раздражение друг на друга из из-за неустройства быта может быть и из из-за страха делать планы на будущее большие планы и их им следовать такое может быть запросто но во всяком случае любовь у вас очень сильная друг другу и карта справедливость указывает на то что терпение да все постепенно все медленно а терпение не в смысле христианского терпения когда идет речь о том что надо терпеть страдания нет терпения смысле что наслаждайтесь медленным процессом когда решение зреет внутри да это так такое аккуратное ожидание с наслаждением вот здесь больше так потому что это леди of the lake это властительница озера она появится это значит ваша мечта да она скажет вам куда двигаться как паре и достичь успеха как и вот эти люди они все уйдут конечно с вашей пары я сейчас буду говорить еще о тех людях которые не в отношениях пока и к чему все это идет и так далее что он там себе надумал да о чем он думает о чем он страдает и о чем он мечтает но такая карта конечно маг называется маг то есть он страдает о том что он пока еще не проявился в жизни как маг но не не реализовался если вы ищете мужчину вы встретите очень интересного человека который пробует на в жизни все пробует найти свой путь вот эти две карты считаются уже по-новому если вы ищете кого-то и этот человек он способен на многое но он пока себя не нашел ему может быть 60 50 40 30 независимо он себя пока не нашел он ищет такую вот властелительницу озер как вы красавицу на которую он будет равняться то есть он ищет женщину выше себя и вам нужно показать себя во всей своей красе и уверенности в себе знаете вот даже мудрость ему не интересно он сразу подумает что все знайка за знайка и уйдет сразу ему важно увидеть в уверенность себе потому что он как раз растерял уверенность себе понимаете это я читаю синастрию связь всех карт и он конечно ищет любовь уверенную женщину которая знает чего она хочет он как бы хотел бы обтереться об ваше плечо уверенной женщины которая знает чего она хочет и это рыцарь денег рыцарь пентаклей в этой колоде щился то есть щит интересно да это рыцарь денег это человек который делает карьеру не для денег он даже не важно сколько он зарабатывает для него для того чтобы почувствовать себя полноценным что он может заработать что он что он добивается личностного успеха и он хотел бы иметь собой женщину рядом у которой есть этот личностный успех конечно это не связано с тем что он хочет вашими деньгами пользоваться нет рыцарь пентаклей это не альфонс нет это не тот человек который будет вами пользоваться наоборот он уважает вас вот нотку предпринимательства ему даже не интересно если у вас деньги или нет ему важно знать что вы можете быть предпринимателем он хочет быть сильными людьми рядом он хочет быть сильными людьми конечно то его иллюзия до что он сможет потереться о плечи других сильных людей и таким образом проявится его сила нет его сила проявится по-другому когда он в себе разбудит эту lady of the lake эту мощную женщину внутри доходе он и мужчина женскую силу разбудит себе кстати мужчина смотрите здесь все о вас почему вы страдаете что я не делал этот расклад для вас всегда говорю о вас вы себя может быть можете познать намного лучше чем женщина у моих раскладах так вот здесь как раз вот такая история да такая история мужчины который ищет сильную женщину для себя потому что он чувствует что у него есть внутренняя сила но он ее каким-то образом растерял потерял свой путь потерял свое предназначение хотел бы его найти но не знает по какой дорожке пойти чтобы его найти во всех трех во всех трех вариантах я уберу нижний ряд во всех трех вариантах то есть первый вариант когда вы женаты еще молоды 2 когда вы уже прожили жизнь вместе или 3 как пока вы еще встречаетесь да либо же еще не встретились даже даже четыре варианта я бы сказала двойка чаш конечно любви здесь безусловно что между вами будет любовь он сделает правильные шаги он вас обожает он вас просто обожает вот и все можно сказать это четко прямо сейчас я уже сделала общую такую диагностику до его и мы видим что мужчина на вас хочет опираться хочет опираться обязательно но не для того чтобы опираться на вас в жизни а чтобы как-то вот от вас получить эту искру которая позволит ему найти самого себя потому что он давно ищет себя карта шут как императора хочет найти себя сильного но ему нужна подсказка от женщины justice lady of the lake об этом подсказка от женщины которая бы избавила его от иллюзорного видения себя да а сейчас я возьму для всех знаков зодиака карты по стихиям и посмотреть какой будет вам даваться совет относительно мужчины он думает о вас он принял решение быть с вами потому что вышла там карта я уже убрала ее двойка чаш да но она не альфонс нет он не хочет значит за счет вас жить нет но этот стержень который он держит руках здесь даже зл как император он держит стержень этот в руках вот он в поиске этого стержня он может конечно иметь вредные привычки немного выпивать или даже много или же вы думаете он смотрит по сторонам он ищет не женщину он ищет себя вам кажется что он ищет женщину но он ищет себя совет для огненных знаков совет для земных знаков совет для воздушных знаков и совет для водных знаков сейчас я сделаю меньше экран и мы будем разговаривать о советах для вас что вам делать чтобы каким-то образом быть счастливым счастливой с ним потому что все люди это отдельная планета отдельная галактика я бы даже сказала чтобы быть счастливым человеком главное вам конечно знать чего хотите и ставить себя во главе угла для себя а в отношениях выходите своего космоса на в общее пространство и у с уважением на относиться к нему и к себе да но это все касается как не спальня в спальне там совсем другое там не нужно не уважение ничего там просто это человеческие вот этот внешний мозг лоб на его нужно просто отключить и пользоваться только правобытным мозгом что женщины вообще не могут вообще никак здесь вот расклад он для всего этого и касательно уважаемых огненных знаков смотрите вышла карта которая называется луна и на этой карте вы творите чудеса вы его как бы к себе притягиваете таким белым приворотом мы всегда всегда люди делаем это например мы хотим поесть мы притягиваем еду мы хотим дышать мы притягиваем воздух мы хотим что-то для себя мы это притягиваем эти белые привороты они естественно общейся жизнь это сплошная магия вы что думаете когда идет венчание в церкви это не магия посмотрите что делать священник он магичит и это называется как бы разрешить по разрешению церкви магия что ли а то что вот мы делаем они как бы против этого да церковь это прекрасно и очень люблю сейчас просто привела пример что давайте уже будем называть все своими именами да и карта луна она может говорить о том что вам нужно делать магию по отношению к нему белую магию вызывать его завораживать его заговаривать его естественно у вас глазах должна такая быть магическая поволока и это все очень хорошо и вы это унаследовали эту способность по наследству ваша женская линия всегда имела эту способность вы как афродита вы как египетская царица да вы обладаете всеми этими чарами да и как клеопатра наверное одна из первых использовала косметику для глаз да для того чтобы глаза были хочу а вчера очарующие и вы той тоже то же самое делаете правда поэтому мы все клеопатры и афродиты кстати говоря что клеопатра была довольно такая себе женщина как все остальные не отличалась ничем кроме как умом и магией которая навладела сильным умом и магией и у вас эти все качества есть вы спросите если на нем какой-то сглаз или порча ну по по карте луна уважаемые огненные знаки есть на нем конечно какой-то приворот до другая женщина тоже его хотела магичила это давний приговор приворот и он слабый теперь он иногда думает об этой женщины очень отдаленно это очень слабый приворот его бывшие так что об этом вообще больше не волнуйтесь совершенно нужно смотреть все знаки еще раз повторяюсь потому что вашей космограмме есть все знаки все планеты все архетипы но в больше или меньшей мере у вас может быть например больше выражены огненные знаки потому что солнечные солнце у вас может быть в овне во льве или в стрельце но ты не знаешь что других знаков нет поэтому давайте смотреть все и делать выводы соответственно или он может каким-то другим знаком принадлежать вот это что касается огненных завораживайте его и не заморачивайтесь насчет предыдущих приворотов каких-то а приворот и имеет тенденцию угасать со временем да так что здесь вот именно это угасание уже давно произошло что касается уважаемые земных знаков это тройка пентаклей карта очень хорошая она говорит что вообще не должны волноваться ведь так ваше новое строение ваш дом да он один камешек вы один камешек он один кирпичик в один кирпичик он один пентакль вы один пентакль он денежку вы денежку это очень хорошая карта она говорит здесь нужно вот с удовольствием строить с удовольствием строить такой такой здесь наряд священный делает это жрица до священный наряд называется тройка пентаклей вы будете строить с ним отношения и он будет их строить он бы строить их неустанно и постоянно будет советоваться с вами знаете как он будет советоваться может даже на невербальном уровне он будет просто чувство чего хотите и будет относительно того чего вы хотите менять свои планы чтобы вам угодить чтобы сделать все как нужно чтобы у вас с возрастом появилась появилась своя такая своеобразная империя что ли компании общие потому что любой брак это бизнес нужно знать то любые отношения должны расцениваться как бизнес как успешный бизнес и только от вас от него зависит успешный будет бизнес или нет в этой карте успешный тройка пентаклей это очень успешный бизнес который находится в процессе построения в браке не главное дойти до конца да а главное наслаждаться процессом жизни в семье это как раз стройка пентаклей с удовольствием работать он будет все делать чтобы с удовольствием продолжать строить ваши отношения если отношения нет вот по тройке пентаклю найдет возможность вас встретить он будет вас искать он будет все сделать делать чтобы вас найти чтобы вам угодить чтобы привлечь к себе ну и вам нужно просто его зеркалить сделать то же самое все получится прекрасно как зеркальные монеты да такие блестящие в этом плане зеркалить друг друга давайте перейдем теперь на воздушные знаки и и здесь это касается знаков близнецов весы и водолеи воздушные знаки это если во солнце там но могут все другие знаки тоже быть присутствовать так что нужно все смотреть и если вы относитесь к воздушным знакам или он относится к воздушным да здесь вышла тоже очень хорошая карта тоже злой а в эти в этой колоде и жезлы это спирс спирс это пика пика да но на самом деле это жезлы вот и идет речь о том что у вас были в свое время баррикады такие да война была с друг другом баррикады либо он не звонил либо вы поругались сильно либо не шли бытовые какие-то заморочки то есть была война между вами девятка жезлов говорит война это заканчивается вообще девятка прежде всего показывает что дана новая сила потому что заканчивается период борьбы и вы приходите к решению 9 это последнее число по номерологии вы приходите к решению с ним вы решаете больше не конфликтовать хотя жезл это никогда не конфликт но именно в этой колоде немножко комплект конфликт потому что это нарисованы здесь такие арфы войны да и нужно знать легенды короля артура чтобы понимать что эти арфы играют когда воздух идет когда воздух идет они играют и все зависит от того что в воздухе до интересно что идет то речь о воздушных знаках как какая тенденция воздухе какая энергетика энергетика любви или энергетика спора жезла конечно могут означать спор во имя истины на самом деле иногда и полезно сказать человеку что вы о нем думаете но мягких тонах потому что если он обидится он не услышит ничего вы просто зря будете стараться поэтому в воздухе все равно должна быть атмосфера любви потому что он-то урок уже вынес 9 это когда уроки вынесли уже и вы и он девятка жезлов вы прошли уроки прошли уроки может быть трудная в меру трудная может быть даже и очень страстные тяжелые уроки жезла то когда мы что-то делаем это энергия созидательная эта энергия работы до энергия творческая то есть вот вся работа которая была проделана вами в паре она не впустую вам кажется что все впустую у меня опускаются руки я просто больше не хочу страдать но жезла говорят стоп это не были страдания это только виделась сверху а глубоко происходило работа созидательная а потому что он также какие вы заинтересованы в этих отношениях помните вначале вы что двойка чашка это безусловная любовь на всю жизнь когда люди обмениваются сердцами так что вот та двойкая чаша она касается всех знаков и здесь я могу с уверенностью сказать что вот эти уроки все девять номеров вы уже прошли и эти арфы не будут больше играть мелодию борьбы потому что между вами начнет атмосфера меняться на атмосферу счастья и любви и арфы начнут играть светлую мелодию любовной песни вот я так выражаюсь поэтично сегодня карты очень поэтично и вы знаете я влюблена сама в валон и у меня много чисток а мудрость авалон и блаженство авалон всякие такие чистки есть так что обращайтесь если нужно вот подлечить именно отношения на мой другой канал там все бесплатно конечно есть для вас следующая карта для водных знаков и здесь вас вышел рыцарь это рыцарь меча но в виде он продолжает опять воевать со своими мельницами потому что здесь шут помните был он продолжает воевать за самоутверждение и вы не хотя совершенно вовлечены в эту борьбу конечно обидно потому что это не ваша борьба даты и ваша борьба новые как бы обязаны что ли уже играть какую-то роль потому что он поставил вам вас игр игроком в то что он приходит домой он рассказывает о сражениях на работе у него даже и все это видно по его лицу что там у него происходит борьба за выживание он рассказывает вам как он добыл эти деньги или как он добыл это для вас он сидела для вас немножко вы чувствуете как будто он вас обвиняет что ли в чем-то что вы пользуетесь ими вот и вам обидно потому что вы им не пользуетесь вы каких-то девять ролей дома играть я уже об этом говорила в начале расклада если есть желание посмотрите в начале но знаете рыцарь ведь это хорошо рыцарь всегда то весть хотя меч часто это весть о том что он будет жаловаться он будет жаловаться на обстоятельства он как бы скажет что ему не везет жизни что-то у него не получается чем-то он воюет чем-то он сражается но это человек он рожден сражаться он не может по-другому он не умеет мирно жить видимо в детстве родители сражались друг другом не переставая и он по-другому просто не знает как поэтому какая ваша здесь роль но вы его любите вам как раз и нравится его агрессивность кстати может быть он в постели горячих кстати рыцарь часто бывает горячий в постели благодаря своей агрессивности в постели к сожалению женщины часто агрессивность принимают за страсть и потому что женщин насиловали после войн и это наши предки передают нам вот да вот это все и они не раз говорю что память рода это 90 процентов того что мы ощущаем а вот так что здесь вот вы и любите его и вместе с тем вам трудно с ним в чем-то он хорош а в чем-то он не выносим этот мужчина рыцарь меча в чем-то он хорош а в чем-то он вообще совершенно 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 не выносим он такой конечно и останется где-то на пазар повзрослеет эта нотка в нем останется нотка борьбы но я бы сказала что с возрастом она немножко притупится этот меч притупится уйдут страсти мордасти и он станет более уравновешенным и кстати он превратится в короля то есть у него уже будут деньги знак того что когда он станет уравновешены вы спросите когда будут деньги а деньги придут у него с возрастом будут медленно приходить но уверена так что водные знаки здесь тоже вот нужно вам знать что это вот агрессия у него родовая скорее всего если вы сможете это если вам в кайф да он интересный он умный тоже дал часто умные агрессивные к сожалению а так что вот получили умного но агрессивного так такая штука до имеем или то или другое но любовь есть у всех четырех знаков есть любовь поскольку двойка чаш было об этом и здесь нет сомнения в том что он любит что он будет стремиться только быть с вами он выбрал вас как женщину он выбрал вас и мы спроса здесь узнали немножко больше о нем я карты собираю и литургических заканчивая расклад это важная важная часть расклада благодарю вас за лайк если я вам помогают либо за ваш донат который вы можете послать на моем сайте я благодарю от сердца за поддержку моей работы моя работа только в общем доступе пожалуйста не пишите с просьбами о консультации я просто не могу делать исключение я принимаю вас в общих доступах и на мой взгляд это работает намного намного продуктивнее я вкладываю всю свою энергию в общие расклады поскольку я не принимаю лично то есть я не делю свою энергию между клиентами и общими предсказаниями это не для коммерции для того чтобы вам помогать вот такая красивая колода очень красивая желаю вам любви счастья чтобы у вас все жизни получалось жду ваших комментарий и мы встретимся с вами завтра всем всего доброго пока